Мы подойдем к задаче совершенно с другой стороны, а именно поговорим о конечных разностях. Наверное, имеет смысл сначала, в принципе, объяснить, что это такое за разности, потому что они очень важны и, вообще, сами по себе чрезвычайно интересны. Господа, давайте я возьму какую-нибудь последовательность. Например, давайте я возьму последовательность степеней гонки. Один, два, четыре, восемь, шестнадцать, рождите, два и так далее. И я вычту из каждого числа предыдущее. Что получится? Один, два, четыре, восемь, шестнадцать и так далее. Забавная вещь. Мы рассмотрели разность соседних степеней и выяснилось, что, собственно говоря, получилось та же самая последовательность. Хорошо. Хорошо. Но, разумеется, так не всегда. Давайте возьмем, рассмотрим несколько других примеров. Мое дело сейчас – выписать последовательность. Ваше дело для каждой из них – просто, напросто, считать эти разности. Это последовательность квадратов. Давайте я еще напишу последовательность, скажем, кубов. Один, восемь, двадцать семь. Так, четыре в кубе – это шестьдесят четыре. Пять в кубе – это сто двадцать пять. Шесть в кубе – по-моему, здесь шестнадцать, да? Семь в кубе – тридцать сорок три. Тридцать сорок три, ну и просто. Вот. И последнее наждение партий сил – это, наверное, на четвертой степени. Шестнадцать. Три в четвертой – это восемьдесят один. Четыре в четвертой – это двести пятьдесят шесть. Шесть, пять в четвертой – это двадцать пять, надо сказать, шесть в четвертой – шесть в четвертой – тридцать шесть на тридцать шесть, о господи. Повтор тысяч двадцать девяносто шесть. Дай мне, ну и расскажите мне, сколько будет семь в четвертой. Сорок три видно? Сорок три видно? Сорок три видно, думаете? А, это я сам могу. Это пятьдесят минус один, пятьдесят минус один. Это две тысячи четыреста один. Да. Две тысячи четыреста один. Да. Вот. А сейчас. Вы посчитали. А можно что-нибудь выйдет и прямо считать. Все эти три примера. Итак, квадраты, кубы, четвертая степень. Ну, квадраты там ничего. Давайте, давайте, давайте. У вас хороший почерк. Отлично. Спасибо. Все понимают, что она кровала? Не-не-не-не, а в себе есть интерес, так, взять еще раз разность. А, хорошо. И еще раз. Понимаете, что произошло? Получились все нули, а до этого получилось двое. Отлично. Может, вы и кубы сумеете посчитать? Следующее. Девятнадцать минус семь – это двенадцать. Восемнадцать. Отлично. Да-да-да. Замечательно. И следующее. Так. Ну да, до нули-нули. Так, спасибо большое. Садитесь. Смотрите. У нас получилось сначала шестерка везде, а потом все нули. Догадайтесь, не считая, что будет там, где четвертая степень. Двадцать в четыре? Да. Там будет четыре в тре. А потом все нули. Каждый раз надо из числа почитать предыдущее. Давайте сформулируем теорему, которую сейчас будем доказывать. Теорема такая. Если берем последовательность n-ных степеней, то n-ная разность будет равна n-факториалу. А n плюс первое и все следующие – это будет 0. Разность обозначать могут и дельта. Дельта n плюс первое, ну и все более стойки, естественно, после нуля уже чуть-чуть бывает. Это уже, после нуля всего, только 0. Сейчас нужно объяснить по определению, что такое это самое дельта, и написать формулы для этой самой штуки дельта. И после этого доказать вот эту тягу. Отлично. Отлично. Давайте. Если у нас есть любая функция, определенная на множестве всех целых чисел, то давайте дельта от этой функции вычислять по следующему правилу. Нужно взять, вычислить функцию в точке x плюс 1 и вычесть функцию в точке x плюс 1. Вот это определение того, что такое разность. Разность, между прочим, это чрезвычайно важная для математики операция. Она напрямую связана с операцией взятия производителей. Вот смотрите, если у вас есть системы координат, и там абсолютно любой график. Вы согласны, что очень важная штука – это касательная графика? В физике это называется скорость. Знаете, это такая штука еще? Замечательно. Как найти скорость тела? Это надо взять расстояние, которое прошло за некоторое время, и разделить на это время. Соответственно, если время единичное, то надо просто взять разность положений. Ребята, это и есть, это фактически дифференцирование, только такое дискретное, когда у вас функция не во всех точках нас интересует, а только в целых. Вот 0, 1, 2, 3 и так далее. И, конечно, если у вас все эти функции нет, а есть только такие значения, то тогда, естественно, смотреть на разность соседних значений. Замечательно. Давайте посмотрим несколько примеров. Значит, скажем, дельта от функции x квадрата. Что это будет такое? Очень просто. Это x плюс 1 в квадрате минус x в квадрате. А это будет что? Это будет 2x плюс 1. Вот вам замечательная ситуация. Был многочлен второй степени, а стал многочлен первый. А что будет, если вы возьмете дельту от дельты? Это надо взять дельту от 2x плюс 1. Ну, смотрите, это надо вместо x в отстоятельности плюс 1. То есть будет 2 умножить на x плюс 1 плюс 1 и вычесть 2x плюс 1. Очевидно, что это будет 2. Согласны? Отлично. А теперь давайте посмотрим, как устроена дельта не от x квадрата, а, например, от x в квадрате, или от x в квадрате, или от x в какой-то другой степени. Очень просто. Дельта от x в квадрате. Это будет x плюс 1 в квадрате минус x в квадрате. То есть 3x квадрат плюс 3x плюс 1. Господа, если я возьму еще раз дельту, то у меня получится здесь 6x плюс какое-то число. А если еще раз дельту, то получится 6. Понятная идея? Так вот, в чем идея? Когда вы берете любой многочлен, там кает какое-то минусальное число. То вы видите, замечательную вещь, что надо x плюс 1 возвести в квадрате и вычесть из этого x в квадрате. По минусу бетона это будет k умножить на x в квадрате минус 1 плюс более младшие степени. Понятно? Замечательно. А если вы возьмете 2 раза дельту, то смотрите, у вас будет k умножить на k минус 1 умножить на x в квадрате минус 2 плюс более младшие степени. Понятно? А 3 раза k на квадрате минус 1 на квадрате минус 2 на x в квадрате минус 3 на более младшие степени. И так далее. И значит, я вот это доказал. Просто потому, что каждый раз при взятии дельты степень уменьшается на единицу, а у старшего коэффициента спрыгивает показатель степени. Видите? Здесь раньше было x в квадрате, а стало x в квадрате минус 1. И число k оказалось в виде крыши центра. Поняли? Скажем, четвертая разность от x в четвертый. Это будет? Надо взять эту разность, а потом еще раз от полученного разности, а потом еще раз, а потом еще раз, а потом еще раз. Не понимаете? Еще раз, когда вы берете первый раз разность, то вы получаете 4x в кубе плюс что-то с более младшим, да? Второй раз берете. Получаете 4 умножить на 3 умножить на x в квадрат плюс в меньшей степени. Еще раз берете. 4 на 3 на 2 на x. Последний, четвертый раз берете. 4 на 3 на 2 на 1. И уже без всякого x. И что это за число? 24. Понятно? И в общем случае будет n факториал. А следующая разность уже автоматически будет 0. Про разность я все объясню. Когда берете многочлен, то при взятии разности степень его уменьшается ровно на 1. Теперь вопрос, какое это имеет отношение к нашему тужеству? Смотрите. Я сейчас не примусь и выпишу явным образом, что такое вторая разность, что такое третья разность и так далее. Вот смотрите. Вот есть у меня дельта f. f любая функция. Могу ли я написать, что такое дельта от дельты? Друзья, я буду допустим, дельта квадрата. Дельта квадрата. Это будет дельта, взятая от f от x плюс 1 минус fx. Согласны? Понятно или нет? Да. Понятно. Но мы же умеем делать проделку от любой функции. Значит, мы должны взять, подставить вот в это выражение вместо x, x плюс 1. А здесь переписать то, что было. f от x плюс 1 минус f от x. Если раскроете скобки, то очевидно, что получится. f от x плюс 2 минус 2 раза f от x плюс 1 и плюс f от x. Понимаете? Ну, конечно, у нас для второй формы уже есть. Замечательно. Равно. Теперь представить лобика. Вы должны переписать это выражение вместо x, где написал x плюс 1. То есть пишите f от x плюс 3. А вы лучше перейдите на новый срочек сразу. Все, что мне нужно. Это коэффициенты из треугольника пускай. Это числа из треугольника пускай. Отлично. А вот теперь давайте сделаем так. Можете ли вы написать сразу, как будет выглядеть дельта 4? Дельта 4. Посмотрите. Дельта 4. Навиняка там будет f от x плюс 4. Правильно? Вот. Дальше. Вот дальше вот что. Будет с каким-то коэффициентом f от x плюс 3. С каким-то f от x плюс 2. С каким-то f от x плюс 1. И с каким-то f от x. Вот. Если вы сумеете догадаться, значит, я все понял. Ф от x плюс 4. Ура. Плюс. Да. Плюс 6. Именно. Плюс 6. Да. Да. Спасибо большое. Господа. С честным словом. Это очевидно. Для того, чтобы понять, нужно сделать простую вещь. Нужно взять вот эту строчку. Везде вместо x написать x плюс 1. Да? И вычесть такую же строчку, только когда вместо x на вместо x. И увидеть, как они там ровно поправили треугольник Паскаля складываться. Понятно? Да. Все. Значит, вы доказали эту формулу. Единственное, конечно, нам ее нужно переписать в общем виде. То есть не для дельты четвертого, а для дельты, то есть любого дельта. Вот. То есть, когда у нас есть произвольная функция, давайте уже ровно. Когда у нас есть абсолютно любая функция, то ее н-ная разность записывается в следующей форму. Ну и доказывается, разумеется, это индукции по f. То есть я показал на первых нескольких примерах, а, разумеется, записывается это таким образом. Надо взять f от x плюс n минус nf от x плюс n минус 1 плюс, в число сочетании из n кво 2, f от x плюс n минус 2, минус и так далее, и так далее. Ну, давайте я все-таки это запишу, строго оформлюсь. Это будет, конечно, сумма. Так, сумма чего? f от x плюс n, ну, дальше будет минус 1, минус 2 и так далее. Вот то, что минус, давайте мы обозначим какой-нибудь буквы. Вот, тогда сумма берется от нуля до n. Так, дальше. С каким коэффициентом идет это самое f? Число сочетаний из n по k. Ну, и, разумеется, знак минус 1 в степени k. Так, пожалуйста, посмотрите и скажите, правильно я написал или нет. Берем f. Ну, вот вначале k равно 0. Тогда берем f от x плюс n. Умножаем на единицу и умножаем на минус 1. Потом берем с минусом n раз. Потом берем с плюсом число сочетаний из n кво 2. Ну, и так далее. Так? И что сейчас я должен сделать? Вместо f от x я сейчас должен взять многочлен степени не выше, чем n. Потому что мы знаем, что если берешь многочлен x в степени n, то это будет от 3. Если берешь многочлен меньшей степени, то это будет 0. Так? И записать это в виде тужинства. Начнем вот с чего. f от x это есть, ну, просто-напросто, x в степени s. Вот просто так написать, да? f от x это будет x в степени s. s меньше или равно, чем n. Тогда как записывается разность? n-ая разность от x в степени s. f это есть сумма. Так, смотрите, какая сумма. Надо просто-напросто вот в этом месте, вместо x плюс n минус k написать s плюс n. x плюс n минус k в степени s. Так, хорошо. Умножить на число сосчитаний и умножить на минус 1 в степени k. k пробегает значение 0 до n. И, смотрите, это будет или 0, если s меньше, чем n, или n в степени, если s равно n. Ну, и что? Какое это имеет отношение к нашей с вами задаче? Помните, мы там начинали с некоторых тужинств про число сочетаний. Казалось бы, ничего хорошего. Потому что у нас число сочетаний есть, и знаки чередуются, но здесь есть какой-то x. Непонятно, что с ним делать. Ответ. Да все просто, ребята. Давайте скажем, что... Ну, скажем, пусть s меньше, чем n. Что если у нас это 0, просто это сумма 0, да? n-ая разность от многочленов менее, чем n-ая степень, это 0. То это 0, и когда x равняется 0 тоже. Согласны? И просто подставим туда 0, вместо x. И тогда мы получим абсолютно понятное равенство, в котором уже буквы x не будет. слегка 0, потому что, еще раз, s меньше, чем n. Да, мы взяли. n-ая разность, это просто-напросто 0. А здесь сумма, k выбегая от значения 0, все замечательно, n-k в степени s, число сочетаний из n по k, минус 1 в степени k. Вы, правда, скажете, что там был н, там было k в степени s, умножалось на число сочетаний, на минус 1 в степени k. А я сделаю замену. Я n-k обозначу новой буквы r. Смотрите, что тогда будет. Тогда r будет прибегать значение тоже от 0 до n. Потому что, когда из n вычитаешь любое число от 0 до n, то получается, что это 0 до n. Здесь будет r в степени s. Здесь будет число сочетаний из n по k. И в конце будет минус 1 в степени n-r. А это можно так записать. Это можно написать минус 1 в степени r умножить на минус 1 в степени n. Ну, потому что важна черность только. Так смотрите, вот это ровно-прожение, с которого мы начали и которым нам... Это некая постоянная числа, только плюс 1 в степени, а это ровно-прожение, которое нас все это время присутствует. Значит, оно равно 0. Все понятно? Угу. Все понятно. Хорошо. А если здесь считать, что s равно n? Ну, ребята, вообще-то замена будет та же самая. Здесь будет просто-напросто r в степени n. А здесь будет минус 1 в степени n и равняться будет не нулю, а n факториал. Понятно? Угу. Так и все. Минус 1 в степени n перенесите в другую часть и получите тот самый наш ответ. n факториал умножить на минус 1 в степени n. Понятно? Угу. Интересно не тождество, а интересно, что мы заодно узнали про разности, и это действительно важно.